Вера передаётся от одного человека к другому. Невозможно самому во что-то поверить, потому что вера означает опыт. Вера — это не слепость. Как некоторые говорят, люди верят, потому что им надо куда-то свою слепость девать. Вера — это опиум для народа. Вера — это опыт человека. Это не слепость. Это то, что даёт ему защиту в жизни. Вот во что человек верит? Это легко определить, когда у него беда. Когда у человека беда, он бежит туда, во что он верит? Потому что там защита, в этом месте. Если вы бежите к кошечке, значит, вы верите в кошечку. Если вы бежите к жене, значит, к жену. Если к ребёнку, значит, в ребёнка. Если к Богу, значит, к Бога. В Бхагавадгите в очень возвышенном писании, в ведическом говорится, во что бы ни верил человек, такой природы он немедленно достигает, оставляя своё тело. Если он верит в животных, значит, он становится животным. Если он верит в детей, значит, он похожим на своего ребёнка, становится следующей жизнью. Верит в мужа, значит, таким, как он. Если он верит в Бога или в святого человека, значит, становится святым. Если он верит в Бога, то достигает божественной природы. То есть он освобождается из материального тела уже. Человек, стоящий на цыпочках, не может долго стоять. Человек, сам себя выставляющий, не может светить. Кто доволен сам собою, тот не может прославиться. Кто хвастается, тот не может иметь заслуги. Кто горд, тот не может возвыситься. Перед судом разума такие люди подобны отбросам пищи и вызывают отвращение всех. Поэтому тот, кто имеет разум, не полагается на самого себя. Лао Цзэ. Смотрите, интересная вещь. Что такое разум? Удивительная вещь разум. Разумный человек обладает силой действовать в этом мире. Вот я летел в самолете компании «Аэрофлот». Открыл журнал компании «Аэрофлот» и увидел лицо возглавляющего компанию «Аэрофлот». Что я увидел? Лицо разумного человека. У него очень спокойный взгляд. У него очень мягкие манеры. На лице видно, что он очень мягкие манеры. У него он очень строгий одновременно этот человек. Видно, что у него хорошая память. У него внимательный очень взгляд. Значит, хорошая память. Поэтому лицу также видно, что этот человек имеет силу. У него статус такой, он статусный. Статусные люди, они не видны сразу. У них какая-то сила. Знаете, они как изваяние такие. Как извоняние такое выглядит. Я думаю, вот это человек, имеющий сильный разум. Способен держать такую крупную компанию, развивать ее. И в ней все правильно. Отлажено, работает хорошо. Обрадовались тому, что у него сильный разум. Некоторые обрадуются, некоторые подумают. Надо посмотреть, что там за фотография. Это называется зависть. Когда человек сталкивается с силой, то у него две реакции бывают всего. Когда человек сталкивается с чужим разумом, бывают всего две реакции. Первая реакция – почтение. Означает, что человек перенимает эту силу разума. Вторая реакция – злоба. Злоба означает, что эта сила разрушит остатки его разума. Или человек сопротивляется разуму других, или принимает. Одно из двух. Или разум твой сталкивается с человеком, или принимает человека. Одно из двух. Но видите, есть разум, который используется в материальных целях. Это хорошо, это нормально. Люди, которые используют разум в материальных целях, они легко могут зарабатывать большие деньги без сильного напряжения. Если есть разум. Но вот в материальной деятельности разум не копится. Он там тратится. Знаете, по какой причине? Сейчас я вам расскажу. Разум тает, когда человек получает деньги, славу и еще что. И положение в обществе. Три вещи. Когда человек получает, его разум слабеет. По той причине, что все эти вещи увеличивают в разуме эгоизм. Если у меня много денег, что происходит сразу? Я сразу вижу, что у других меньше. Это означает, я стал гордым. Если у меня много славы, значит, я что делаю? Пренебрегаю людьми уже другими. Означает, я стал гордым. И если у меня много власти, то же самое. Я здесь главный, а вы подчиненные. Понимаете? Все это означает тупость. Потому что, когда человек начинает себя считать лучше других, он теряет все в своей жизни. Это называется гордость. Видите, здесь об этом Лаудзе говорит. Человек, стоящий на цыпочках, не может долго стоять. Человек, сам себя выставляющий, не может стветить. Тот, кто доволен сам собой, не может прославиться. Кто хвастается, тот не может иметь заслуги. Кто горд, не может возвыситься. Перед судом разума такие люди подобны отбросам пищи и вызывают отвращение всех. Поэтому тот, кто имеет разум, не полагается на себя. Что значит не полагаться на себя? Вы мне говорите, Олег Иначе, у вас замечательные лекции. Если я в это поверил, я деградировал. Все. Потому что лекции, которые я читаю, они возможны только потому, что есть личность, которая дает мне силы их читать. Все. Это мой наставник. Все остальное для меня это просто безумие. Потому что если я поверю, что я могу хорошо читать лекции, на этом все хорошие лекции закончатся. Потому что такие лекции станут подобно отбросам. Вонючим. Потому что когда человек гордится собой и читает лекции, до свидания, хорошая лекция. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok